Так теперь нельзя ездить на новом авто без номеров. Закон о регистрации транспорта отменяет существующую на данный момент практику, когда на постановку на учет автомобиля отводится 10 дней. Теперь из салона машина должна выехать с номерными знаками. Без них только на эвакуаторе. Дилерские центры будут готовить необходимые документы, направлять их в регистрационные подразделения МВД и заказывать номера. На вторичном рынке авто ничего не изменится. Новому владельцу по-прежнему дается 10 дней на то, чтобы переоформить машину на себя. Вводятся новые правила маркировки автомобилей. С 1 января россияне, обнаружившие проблемы с прочтением заводских идентификационных номеров на своем авто, будут обязаны нанести дополнительную маркировку. В этом году вырастет величина утилизационного сбора, что, конечно, отразится на стоимости новых и поддержанных авто. Повышение ставок не будет одинаковым для всех сегментов авторынка. Максимально сбор повысят на легковые автомобили. Ставка будет варьироваться в зависимости от мощности машины. От 46,1 до 145%. С 1 января этого года в России ввели электронную трудовую книжку. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Однако те, кто начнет работать с 2021 года, все сведения изначально будут вестись только в электронном виде, без оформления бумажного аналога. С начала 2020-го платить пошлину за товар, купленный в зарубежных интернет-магазинах, придется чаще. Дело в том, что порог беспошлиного ввоза покупок снизили до 200 евро вместо 500. С 30 до 15% снизится и сама ставка пошлины. Без изменений останется максимально допустимый вес посылки – не более 31 килограмма.